Песня о Всемирной универсиаде В спорте высших достижений, об универсиаде, об ее атмосфере, о состязаниях спортсменов высокого класса Посмотреть на наш студенческий спорт Но где еще лучше можно это сделать, чем у знаменитого МГУ имени Ломоносова Вот здесь, на этом стадиончике, куда собрались в этот солнечный день первокурсники Им предстоит 6 лет учиться в этом здании, обладевать знаниями, науками Но не только ими, но и приобрести навыки здоровья, физкультуры, спорта Для того, чтобы прийти на производство уже сильными и готовыми к трудностям людьми Скажите, что вы знаете о студенческом нашем спорте, о физкультуре студенческой? Что-нибудь знаете? Ну, а в спорту киады есть здесь наш студенческий, там побеждает, во многих видов спорта То есть спорт развит студенческий, наверное, помогает в учебе Совсем недавно завершилась Всемирная универсиада Да Знаете, да? Конечно Вот кто из вашего университета был? Не в курсе дела? Нет, мы только первый курс, поэтому очень не знакомы со всеми спортсменами, с нашими А как вы думаете, кто может вообще попасть на Всемирную универсиаду? Вот вы здесь будете заниматься физкультурой, там, в секциях, да, вам сейчас объявили? В секции есть, и поэтому, я считаю, спортсмены из центральной секции могут попадать туда Там они сейчас зачисляют нас как раз там, кандидатов, мастеров спорта в эти секции А если вот не кандидат, не мастер спорта, как вы считаете, они в состоянии достичь здесь такой спортивной формы, чтобы участвовать во Всемирной универсиаде, например? Конечно, здесь есть, во-первых, все условия для того, чтобы заниматься спортом И если будет желание и будет стремление к этому, то всегда можно достигнуть желаемых результатов Ну, этот настрой у них, наверное, ненадолго, потому что большие трудности Вот сегодня это самое, говорили насчет этого, такие данные привели цифровые, что вот на каждого студента МГУ 4 квадратных сантиметра площадки приходится Откровенно говоря, мы хотели сделать передачу о проблемах студенческого спорта И не только у нас в стране Но есть мгновения, вы слышите, вот они, мгновения праздника, мгновения открытия универсиады И пока на секунду забудем о проблемах, давайте порадуемся вместе с теми, кто пришел на стадион в Дуйсбург АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Играет музыка. Это финал для губернатора Горбогерма. Что мы ждем от универсиады? Острой спортивной борьбы, наверное. Высоких достижений, хотелось бы. Победы любой ценой нет, конечно. Тогда в чем же ценность этих соревнований, которые привыкли сравнивать с Олимпиадой? И проводить в паузах между Олимпийскими играми, как бы подчеркивая значимость универсиады. Когда-то действительно так и было. Всемирные студенческие игры открыли немало выдающихся спортсменов. Достаточно вспомнить Валерия Брумеля. Это были времена истинно любительского спорта. Сегодня все по-другому. Все названо своими именами. Спорт высших достижений. Профессиональным. Спорт для здоровья любительский. И только университетский спорт продолжает как бы сидеть на двух стульях. Как известно, позиция не совсем удобная. Наверное, настало время выбора. В Дуйсбурге наша команда была представлена в основном третьими-четвертыми номерами сборной СССР. В отличие от многих других команд, которые выставили сильных спортсменов. Например, в фехтовании. Обычно ни один из нашей команды не оставался без медалей. Золотой, серебряный и бронзовый дожди буквально осыпали советских фехтовальщиков. За 20 с лишним лет работы телекомментаторов по фехтованию я не помню такой, как на этот раз беспомощной команды студентов. Нет, были, конечно, среди участников и отличные фехтовальщики. Но не они определяли спортивный уровень. Увы, но и талантливая Татьяна Садовская из Куйбышева, член основной сборной команды Советского Союза, не смогла бороться за награды универсиальной. Танюш, ну что, очень огорчилась, проиграв сегодня? Ну, расстроилась, конечно, недовольна сам результат. Скорее, пожалуйста, вот для тебя что значит универсиада? Вообще, ты же была уже на чемпионатах мира, выезжала, была призером чемпионата мира. А вот универсиада? Ну, в общем-то, универсиады тоже большие соревнования считаются, такие крупные. Как-то, мини-олимпиада. В общем-то, здесь в то же время, ну, такая обстановка и праздничная, в то же время соревнования проходят, такие на серьезном уровне. Ведь, Танюша, ты живешь в Куйбышеве, да? А учишься в каком институте? Педагогический институт. Курс какой? Курс четвертый. Я на пятый, вернее, я на пятый перешла в этом году, уже на пятый учишься. Ты вообще, наверное, хочешь стать тренером, я так понимаю? Не знаю. Я вам не скажу на этот вопрос, потому что я сама не знаю, кем я хочу стать. Пока еще не определился, это уже четвертый курс. Подумать-то надо, через два года институт заканчивать. Ну, я пока, в общем-то, действующая спортсменка, я хочу еще постовать немножко сама. А потом, планов у меня нет. Тебе сколько сейчас лет? 23. Как ты считаешь, вот можно ли считать вообще спортом студенческим, вот наш студенческий спорт, если один-два человека высокого класса, которые выступают за сборную команду Советского Союза, за сборную института, области, края, города и так далее, и так далее. А ведь спорта-то фактически нет. Вот если бы приехал чемпион, там, я не знаю, пятого курса, предположим, вашего института. Ну, я считаю, что в сборной команде должен быть человек, который заслужил право быть в сборной команде. Ты права, но дело все в том, что это касается большого спорта. А здоровья? То, что делается... Да, это не здоровье. Это уже идет на изношение организма вообще, это идет уже самоотдача, полная отдача всего. Так что нам нужно в студенческом спорте? Износ организма или здоровье? Здоровье, я считаю. Так как же быть? Ну, видите, в общем-то, сейчас, как сами видели, что соревнования, в общем-то, считаются крупные. Вот у нас, допустим, не сборная приехала, а вот из других стран приехала сборная команда. Национальная, я имею в виду, сборная. Даже Италия полная национальная сборная. Так это понятно, Танюш. Ну, вот я хочу просто добиться от тебя твоего мнения, твоей позиции по поводу вот твоих товарищей по институту. Ну да, они не в сборной. Я считаю, что уже, если делать эту студенческую, в общем-то, нерсиаду, я думаю, что надо все-таки брать тех людей, которые, как... Любители. Любители. Ну, у нас такое не получится, я думаю, потому что, в общем-то... А вообще как в институте с физкультурой? Нормально. Есть какие-то там кружки. В общем, точно не знаешь. Не знаю. Ну ладно, Танюш, я не буду тебя больше задерживать. У тебя еще впереди командное соревнование, я пожелаю тебе успеха. А к этой проблеме, наверное, может быть, еще подумаешь над этим? Ладно, я подумаю. Да, Тане предстоит еще о многом подумать и о том, чему служит спорт, и о своем месте в жизни после большого спорта. Ну а пока, кроме досады, ничего не осталось. Не она, а юная итальянка Бьянчеди стала чемпионкой универсиады среди раперисток, выиграв в финале у опытной венгерки Яноша. Что бы мы там ни говорили, а победа всегда остается победой. Так было, так есть, и так будет. Но, увы, этих побед наша фельдовальная команда так и не испытала в Дуисбурге. Ни одной медали на счету сборной СССР. В похожей ситуации оказались наши грибцы. Видао, один из старейших грибных каналов в Европе, переживал, казалось, дни своей бурной юности. С такой страстью студенческие экипажи вели борьбу в каждом заезде. Нужно было либо без оглядки ринуться в этот водоворот событий, либо заранее признать себя побежденным. Наши ребята предпочли первое. Игорь Антонов на одиночке побеждает. Отдав все силы, завоевывает серебро четверка парня. Мужская восьмерка на какое-то мгновение опережает команду ФРГ. И вслед за итальянцами приходит второй. Но с особым волнением провожали мы самый молодой наш экипаж, на двойке парной, Греченко-Шапошников. Это был их самый ответственный старт в жизни. Как много надежд они возлагали на него. А со стороны все казалось очень просто. Со старта вышли вперед и так до финиша. Я вас поздравляю. Счастливая оказалась вода, да, в Дойсбурге? Ну давайте теперь познакомимся. Это ваша ведь первая такая большая победа, такой успех. Вот нашим телезрителям. Назовите себя, откуда вы, как вас зовут. Меня зовут Дмитрий, Греченко фамилия. Я сам из Днепропетровска, как и мой напарник. В двойку мы сели. Тоже не так давно. Но мы удачно выступили на чемпионате СССР и приехали сюда. Я тоже не про Петровска, зубни Леонид Шапошников. Ну что я хочу сказать. Многожданная победа. Он хочет сказать, что мы счастливы. Сегодня вы имеете право на такую, в общем, старую фразу. Мы счастливы. Но кроме счастья, что у вас, так сказать, осталось в памяти? Кроме спорта. Все, абсолютно все. Я первый раз на университете, я такого праздника грандиозного не видел. И для меня это просто удовольствие огромное я получил. Очень увидел людей, доброжелательных. Что, все вроде. Вы? Гостеприимные очень люди вообще. Хорошо устроили праздник для студентов, молодежи. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 где уровень, спортивный уровень, достаточно высок, и мы не хотим ударить в грязь лицом. Здесь происходит подмена понятий. Вот как вы... Подменять не надо. Надо иметь и то, и другое. Надо работать и на то, и на другое. Хорошо, но тогда всемирная универсиада будет уже не студенческая, а профессиональная. Почему профессиональная? Она студенческая. Просто мы говорим студент-спортсмен, можно назвать и спортсмен-студент. Это, может быть, ближе будет к сегодняшнему понятию, как участник универсиады. Но, тем не менее, надо разграничить, и, наверное, по этому пути и пойдет студенческий спорт. И, в частности, универсиады и всесоюзные, и, естественно, подготовка всемирная. Должны быть старты и массовые, без барьеров в форме или в виде каких-то нормативов. А нормативы на сегодня у нас высокие. Это кандидаты и мастера спорта нормативы. Ну, как же может студент, нормальную часть, стать мастером спорта? Но это только в единичных случаях. Ну, можно это сочетать. Ну, просто, понимаете, мы столько лет скрывали своего мира, как наши большие спортсмены достигают результатов. И сейчас это, конечно, надо показать. Надо показать. И все видят. Если он большой спортсмен, конечно, он очень его туго с учебой. Он учится и 8, и 10 лет. И мы с этим миримся. Игорь, 5-ю через Ромаса. 30 секунд осталось до окончания матча. 88, 75, 13 очков выигрывают американцы. Смит. Джонс, и вот последняя атака. Аруна с высосков. Нет, еще есть. 14 секунд. 88, 70, 7, 11 очков преимущество американцев Смит. Но успеет Лукмина. Перехватили, а теперь 3 секунды. 3 секунды остается. Вот вам, пожалуйста, Лукмина. 88, 80. 8 очков проиграли ребят. И, в общем-то, отыграли 7 буквально за какие-то последние... За последнюю минуту. Наша сборная, в общем-то, превзошла, я скажу, свои возможности. Завоевала серебряные награды. И вот наступил день марафона на универсиаде. Для немцев это особый день. Ведь марафон, Рейн-Рур-марафон, или видауский марафон, как его называют здесь, очень популярное соревнование. Но такое же, как у нас марафон мира, например. Или лыжня России. Здесь собираются тысячи любителей бега. И вот возглавлять этот марафон в 89-м году будут участники универсиады. Вот сейчас на театральной площади они все собрались. Но все-таки мы нашли одну нашу участницу в этой огромной толпе. Ирина Богачева бежит в марафон. Скажите, Ира, вы уже бегали такие крупные марафоны? Да, я бегала в крупных марафонах. Где вы участвовали? На Кубке мира, на Кубке Европы. Вот сейчас в Америке участвовала тоже в крупном. То есть у вас уже опыт огромный, да? У меня огромный, немного есть. Скажите, Ира, вот практически на всех марафонах за мастерами высокого класса бегут любители, да? Ну, здесь вот более-менее разграничения так нет обычно. Ну, стараются ребята занять в первый ряд, а так кто где встанет. Да? Суровая система, да надо пробиться. Просто, да. Повел, вот я сейчас боюсь, что... Не пробьетесь? Нужно занимать уже место. Ну, Иршка, вы уж постарайтесь, а все-таки универсиада. Вообще, как вам нравится атмосфера на универсиаде, соревнования сами? Нормальная. Что-то вас смущает? Ну, немножко с организацией не все ясно здесь так вот. Ребятам приходится самим ориентироваться очень много. То есть не так, как хотелось бы, как обычно. А вы уже на каком универсиаде? Я на первом универсиаде. Вы не учитесь в каком институте? Я учусь в Киргизском государственном институте имени Маяковского. Во Фрунзе, да? Петфак. Педагогический. Значит, будущий преподаватель физкультуры. Нет, будущий преподаватель иностранного языка. Ах, вот даже так. Уже закончила один вуз. Понятно. Это уже второе образование. Это уже такое. Ну, ладно, Ира, извините. Спасибо вам за интервью. Мы не будем вас увлекать через буквально две минуты стар. Всего доброго вам. Случайно встретившись с Ириной Богачевой в толпе марафонцев на старте, мы не подозревали, что берем интервью у будущей победительницы марафона. Сработало журналистское счастье. К сожалению, мы так больше и не увидели Ирину, и не поздравили с успехом, что с удовольствием делаем сейчас. Ее и серебряного призера среди мужчин Рустама Шагиева из Ульяновска, мужественно боровшегося с венгром Тибором Байером. Но марафон, как известно, это не только и не столько медалей. Марафон был бы пуст и неинтересен без тех, кто не для результата, а для победы над собой преодолевает 42 километра 195 метров. И в этом смысле, наверное, все марафоны мира едины. И наш московский, и нью-йоркский, и этот в Дузбурге. Марафон как бы сплачивает город, по которому идет, заставляет жить его одним дыханием. И еще долго в памяти города будет жить марафон. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, здесь вообще мы на этой улице очень часто встречаемся с участниками универсиады. Вот, пожалуйста, здесь в спортивном магазине встретились с Людой Джигаловой. Она бегоня на 400 метров. Людочка, скажите, ваше впечатление, вообще есть что-то характерное в универсиадах? Или это, в общем, соревнования в числе многих? Нет, нет, нет. Универсиада, я считаю, что это самые характерные такие соревнования. Потому что это студенческие соревнования в первую очередь. Здесь и за команду, и в то же время очень много студентов, как считается. Еще моя первая учительница сказала, что вот студенческие годы самые прекрасные есть. Вот у человека самые прекрасные это студенческие годы. Я как-то, учащись в шестом классе, думала, ну, боже мой, как это может быть? Самые прекрасные это студенческие годы. А потом, сама когда стала студенткой, и вот сейчас выступая на таких студенческих соревнованиях, я получаю массу удовольствия. Здесь просто, ну, до такой степени не чувствуешь, не то, что ты себя закрепощенный, да, ты относишься к таким соревнованиям, как к тому, за команду, что ты должен показать высокий результат, и в то же время, на что ты способен, как, не просто так, что ты приехал именно прогуляться, это нет, но... Но и напряжения такого нет, да? И напряжения такого нет, потому что это именно все... Заскрепощение, да? Да, студенты это... Люд, вы где учите, в каком институте? В Харьковском институте физической культуры. Уже какой курс? На четвертом курсе. Вот скажите, ну, наверное, в институте физкультуры, в общем-то, спорт развит, это ясно, там все, в общем, спортсмены. А вот так вот, по общению со студентами у вас в Харькове, вы в других вузах чувствуете, что у нас есть студенческий спорт, или слабо развит? Ну, я считаю, что в наших вузах не очень хорошо развит студенческий спорт. Вот теоретически они знают баскетбол и футбол, практически, может быть, немножко когда-то занимаются, а другие все виды спорта, они практически вообще ничего не знают о нем. Что такое легкая физика? Да, слышали, да, ничего. Тяжело? Нет. А как тяжело? Ну, это, в общем, наша болезнь, что вот универсиады и наши, и вот эти всемирные, они оторваны от настоящего студенческого спорта. Скажите, когда у вас забегает? У меня сегодня полуфинал, а завтра, я надеюсь, попасть в финал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Ну, не все, что смогла. Не все? Не все. Ну, посмотрим, как будет дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Моя мечта, я ее так стараюсь уже, вот, который год провести, чтобы на универсиаду не ехали, что первые номера нашей сборной страны. Мечта такая, которая бы давала возможность студенчеству соревноваться со студентами. Пусть это будут, во всяком случае, победители национальных, непрофессиональных студенческих команд. Поэтому я здесь вот и на всех официальных заседаниях, которые у нас здесь были, уже выдвигал идею, что нам все-таки нужны универсиады, которые бы отражали многоплановость студенческой жизни спорта для здоровья. Вот с этих позиций. То есть это должно быть даже какая-то под текстом национальных традиций. Ведь представьте себе, что на универсиаду приедут не только вот те, кто пробежит там за секунды, но еще человек, который представит вдруг какой-нибудь африканский вид спорта африканского народа умирающего. Или наши, так сказать, якутские там, или грузинские виды спорта. Вот мы об этом говорили. Давайте привезем. Национальные. Национальные. Ведь тогда универсиада будет представлять, ну, что-то такое в глазах у людей величественное, потому что вдруг студенты возрождают то, что умирает. А это же не просто вид спорта, это традиции, это культура народа. Культура. Простите, Борисович, но вас поддерживают из других стран руководители? Я думаю так, молодые, да, а традиционные нет. Все-таки вот это сочетание такое, дотянуться до уровня олимпийских игр, превалирует у тех, кто привык так воспринимать универсиаду. Но вы правы, наверное, это связано с бизнесом. А на мой взгляд и даже бизнес, вот в таком плане, в котором я говорю, он пойдет на универсиаду. Потому что, да, олимпийские игры останутся. Олимпийские игры и будущее суждено большое. А вот универсиады, для того, чтобы и привлечь внимание общественности, средства информации, телевидение и всего, что с этим связано, должны чем-то о себе новым заявить. И вот это новое, оно привлечет, я думаю, бизнес вот на этой волне. Ну, дай бог, чтобы ваша вот эта мечта сбылась, потому что, в общем-то, действительно, универсиады переживают такой же кризис, как и всемирные фестивали студенческие. Но у меня вот такой вопрос. Ведь всемирная универсиада, это всемирная универсиада, а наш студенческий спорт, это у нас, это нам ближе. Что в этом направлении делать? Вы же уже сказали, что, увы, но в институтах, вузах. Я согласен с этим. В студенчестве у нас плохо, и надо предпринимать меры, я бы так сказал, общенациональные, для того, чтобы эту проблему решать. Ведь что такое студенческий спорт? Он же не может... Сам по себе. Да, сам по себе. Быть просто потому, что я молодой и хочу заниматься. Надо базу. У нас в вузах, вот в среднем по стране, есть такие нормы, которые когда-то госстрой утвердил. Так вот этих норм обеспеченность всего-навсего одна треть. То есть студент у нас не может прийти по своему желанию заняться на спортивной площадке тем видом спорта, которым желаем. Только прийти на урок. Да. Причем мы, ведь тенденция сейчас во всем мире такова, что студенчество должно заниматься видом спорта, который оно любит. Которое оно, ну, так сказать... Ну, это, в общем, не только у студентов. Ну, это у всех. Мы уже с вами говорили, у каждого человека. Да, мы студента загоняем на урок, потому что у нас мало баз. Ну, ладно, мало. А ведь везде, вот здесь, в ФРГ, вы придите в институт, ну, здесь университеты. Ну, что-то, вот школа вот эта, которая здесь, в Дуйсбурге. Кончается занятие, и студент имеет возможность прийти заниматься волейболом, баскетболом, лёгкой атлетикой. У него есть место для занятий. И вот, на мой взгляд, нам надо сейчас совместно с отраслевыми министерствами, с госкомитетом по народному образованию, с министерством здравоохранения, вот на студенчество обратить самое пристальное внимание, потому что в них залог будущего нашего государства. Вот это следующий век, следующие тысячелетия. Оно начнётся с того, какие люди придут и будут организовывать эту работу. Спасибо.